отсутствие результатов и постоянный сбой выступлениях на мировом уровне в любой команде приведет к изменениям в такую ситуацию попали игроки клуба астралис в которой собранные хорошие исполнители но как единый механизм команда не играет или играет но не в победный кс го с большой долей вероятности финн карриган андерсон покинет первую команду дани на его место должен будет прийти лукас глэйф рассендер эта новость находится в статусе слухов и пока что своего подтверждения не сыскала но если говорить о важности таких замен именно в астрале 100 они безусловно нужны потому как состав действительно долгое время находясь в одном лайнапе не может приблизиться к поставленным задачам посмотрим что выйдет из очередной датской киберспортивной серии слухов популярность кс го уже давно ни у кого не вызывает сомнения очередным примером стал ивент с амбициозным названием less world championship 2016 на котором кс го заменила стратегию starcraft 2 20 команд были поделены на 4 группы по 5 в каждой где сыграли по круговой системе с форматом матчей best of one по два сильнейших коллектива из каждой группы вышли в плей-офф основные фавориты турнира тайлу и инс и спортс без особых проблем заняли первые места в группах b и d соответственно российский коллектив файфракс в свою очередь финишировал на втором месте группы проиграв лишь один матч китайской команде фавориты ивента не совершили ни одной ошибки за весь турнир дойдя до финального противостояния уже там выясняли кто из них сильнее победителем оказалась финская команда инс и спортс которая со счетом 2-1 переиграла своих китайских соперников третье место заняли представители кореи мвп project как сообщает сайт cybersport.ru пиджели проведет в азии минор турнир по counter-strike global offensive финал этого ивента пройдет с 28 по 30 октября в городе джохур бару малайзия восемь команд из этого региона сразятся за 50 тысяч долларов и две путевки на квалификацию и лик major ренегейтс и тайлу получили прямое приглашение на минор чемпионшип азия 6 остальных команд участниц определяться после серии отборочных этапов которые пройдут в китае восточной азии индии и средней азии а также океане и юго-восточной азии чего до сих пор не хватает кс гоу наверно стабильных технических параметров чтобы игра не тормозила от редактированных карт таких как the inferno и the tuscan хотя нет дорогие друзья не хватает граффити небольшой плюшки которая была в 1.6 версии очень важное обновление надеюсь не все пропустили теперь в кс гоу появился новый вид капсул который содержит в себе рисунки граффити как от компании валв так и от сообщества однако примимо этого разработчики внесли ряд других изменений связанных со звуком и гранатами капсулы комьюнити граффити бокс и комьюнити граффити бокс 1 добавлены в список текущих предложений ну и как всегда чтобы получить дополнительные капсулы граффити вам придется заплатить определенную сумму в сети уже огромное количество материалов на эту тему на ваших экранах один из фрагментов открытия капсул с рисунками процесс их выбивания важно ли это обновление решать как всегда комьюнити но судя по тому с какой скоростью стали появляться новые видеоматериалы на тему открытия этих капсул игрокам это жутко интересно миккейл билл который числился в составе nip как временный игрок продолжит выступать за шведов еще минимум на трех ивентах во всяком случае об этом игрок сообщил сам в своем твиттере и новость попала в тираж всех ведущих европейских сайтов именно оттуда миккейл или уже сто процентов выступит на московском эпицентре во втором сезоне и лиги а также на финалах профессиональной лиги от и сл все эти турниры очень важные очень сложные безусловно пойдут в зачет мирового рейтинга поэтому и нашему герою nip в целом нужно очень постараться чтобы показать достойный уровень игры как это было относительно недавно напомним что nip стали чемпионами звездной серии star ladder ай лиги а этот ивент считается очень престижным на этом все дорогие друзья большое спасибо за внимание любите киберспорт играть и конечно же выигрывайте до новых встреч и